Болгарская православная старостильная церковь Неканоническая православная церковь Болгарии, придерживающаяся в богослужении юлианского календаря Болгарская старостильная церковь отделилась от Болгарской православной церкви в 1990 году в связи с недовольством среди консервативной части Население Болгарии введением В 1968 году в Болгарской православной церкви ново-юлианского календаря История 18 июля 1968 года Священный Синод Болгарской Церкви опубликовал специальное послание о духовенстве и всем чадам Болгарской Православной Церкви, в котором содержалось известие о реформе церковного календаря, днем проведения, которое определялось 6.19 декабря 1968 года. Данная календарная реформа проводилась с целью установления единообразия в церковном время исчислений с Македонской Православной Церковью, которая незадолго до того неканоническим образом объявила о своей автокефалии. При этом территория Югославской Республики Македония многими болгарами считалась исконной частью Болгарии, незаконно оторгнутой от нее. Унификация церковного календаря и должна была стать первым шагом на пути к объединению Болгарской Православной Церковью и неканонической Македонской Православной Церкви. В целом календарная реформа была принята спокойно, но против нее выступили несколько консервативно настроенных деятелей болгарского духовенства. Свой протест патриарху болгарскому Кириллу направили архимандрит Серафим, архимандрит Сергий Пантелеймон, иеромонах Серафим и настоятельница княжевского Покровского женского монастыря в Софии и Гумении Серафима. Все они в свое время являлись духовными последователями архиепископа Богучарского Серафима, известного в Болгарии своими консервативными и резко антиэкуменическими воззрениями. Реакцией священно-началия болгарской православной церкви на зарождавшуюся смуту было запрещение взбунтовавшегося духовенства в священнослужении, а также отстранение архимандритов Серафима и Сергия от преподавания в Софийской духовной академии. Вплоть до кончины патриарха болгарского Кирилла по отношению к отделившимся клирикам и монашествующим применялись различные меры воздействия, после чего наступил период относительно спокойного существования. Во второй половине 1980-х годов один из ближайших последователей архимандрита Серафима Росин Дмитров Серомахов установил контакт со греческим, старостильным синодом противостоящих, от которого он принял монашеский постриг с именем Фотий, диаконскую и священническую хиротонию. После падения коммунистического режима в Болгарии синод противостоящих учредил на территории Болгарии триодичийскую епархию, несколько позднее преобразованную в независимую болгарскую старостильную православную церковь. 4-17 января 1993 года в монастыре святых Кипряна и Устини, духовном и административном центре Синода противостоящих состоялась архиерейская хиротония Фотия. Следует отметить, что не все последователи архиепископа Серафима ушли в раскол, последовав за Фотием. В 1994 году состоялось единовременное установление церковного и евхаристического общения русской православной церкви за границей с болгарской, старостильной церковью и синодом противостоящих церкви и Пехой Греции. Зримым итогом установления общения с РПЦ застало принесение от 10 до 17 октября 1995 года в Болгарию мироточивой верской монреальской иконы Божьей Матери. В 1999 году епископ Фотий совершил прославление Родобского священно-мученика, епископа Виссариона Смолянского, а через три года канонизировал архиепископа Серафим. В 2006 году были канонизированы батажские новомученики. В 2006 году по инициативе архиерейского синода русской зарубежной церкви евхаристическое общение между РПЦ за и БСПЦ было прервано, что явилось следствием выполнения последним непременного условия, необходимого для подписания акта о каноническом общении с русской православной церковью Московского патриархата. 26 января 2015 года состоялась встреча предстоятеля Болгарской православной старостильной церкви, епископа Треодистийского футиаси иерархами и председателем Хризастомовского синода церкви П.Х. Греции, архиепископом Афинским Эвсия Эллады Калиником. Итогом собеседования стало подписание общего экклезиологического исповедания под названием «Истинно православная церковь» перед лицом экуменической, ереси, догматические и канонические вопросы. Обе стороны подтвердили, что проблемы административно-канонического характера, связанные с присутствием структур Хризастомовского синода в Болгарии, будут разрешаться на основании правил Святой Православной Церкви, определяющих отношения между самоуправляемыми церквями. Современное положение. С 17 января 1993 года предстоятелем БСПЦ является епископ Триядицкий Фотий, резиденция которого находится в Софии, на основании указа епископа Фотия номер 0001 от 5 декабря 2014 года и в соответствии с решением номер 5 от 24 октября 2014 года. Церковный совет сформировал Священный Синод БСЦ, включив в него двух временных членов. Священный Синод БСЦ Фотий, председатель, Георгий, архиепископ Кишиневский и Молдавский, временно, Никон, епископ Ишимский и Сибирский, временно, БСПЦ насчитывает 24 священнослужителя, 1 архимандрит, плюс 4 иеромонахов, плюс 14 священников и 5 декона, 17 храмов и 5 часовен. Общее число приходов, 16, официальным органом БСПЦ является журнал «Православное слово», монастырь и монашеское братство при архиерейском доме, часовня святителя Марка Ефискиова, состоит из управляющего архиерея, 1 иера дьякона и 1 монаха, Покровский и Княжевский женский монастырь 2, 857-30-90. В монастыре 42 монахини и послушницы, монастырские храмы, С.В. апостола и евангелисты Луки, святителя Серафима, Софийского чудотворца, Параклис Покрова Пресвятой Богородицы, мужской скит в честь С.В. Феодосия Терновского, настоятель архимандрит Сава, в скиту проживают два монаха, монастырский храм введения в храм Пресвятой Богородицы. Взаимоотношения с другими деноминациями приверженца болгарской старостильной православной церкви продолжают занимать жесткую позицию в отношении того, что новоюлианский календарь был введен в жизнь болгарской православной церкви без общецерковного обсуждения, что нарушает ряд церковных канонов. БСПЦ на основе взаимности признана румынской старостильной православной церковью, возглавляемой архиепископом и митрополитом Власием, русской православной церковью за рубежом по томофорам митрополита Агафангела и греческой православной церковью. БСПЦ использует византийский обряд, богослужебный язык, церковно-славянский.